МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Каждый день». Сейчас коротко о погоде, затем новости и информация от наших партнёров. В Мартуке ночью плюс 10, днём плюс 20, в Пасмурно-Волге ночная температура плюс 8, дневная плюс 19, переменная облачность. В Храмтау ночью на столбике термометра плюс 6, днём плюс 17, без осадков. В Батамше ночная температура плюс 6, дневная плюс 18. В Шалкаре ночью плюс 6, днём плюс 19, солнечно. А сейчас о погоде в нашем городе. Триоктюбинца хотели купить дешёвую мебель, но в итоге стали потерпевшими по уголовному делу. 25-летний карагандиниц придумал способ, как легко заработать денег. В социальных сетях он размещал лживые объявления о продаже мягкой мебели и бытовой техники, а иллюстрировал их фотографиями, которые брала из реальных объявлений в интернете. На объявления мошенника повелись трое жителей Актюбе. Один захотел купить стиральную машинку и ещё двое диван. По указанию фальшивого продавца они перечисляли ему задаток, чтобы он не продал товар кому-нибудь другому. А дальше всё происходило уже по известному сценарию. Сначала он обещал, что вышли диван и стиральную машинку покупателю, а потом отключил телефон. Карагандиниц попался. Судили его в Актюбе, трое потерпевших его простили и попросили не лишать свободы. Суд так и сделал. Он приговорил аферистов к четырём годам ограничения свободы. Вид наказания, при котором осужден, живёт на воле, но с некоторыми ограничениями. Некоторые казахстанцы смогут быстрее продвинуться в очереди на получение жилья. Всё потому, что из списка исключат неподходящих по критериям кандидатов. Как сообщили в Министерстве промышленности и строительства, всего из очереди исключат 233 тысячи человек. У некоторых из них уже есть собственное жильё, другие допустили ошибки при подаче документов. На сегодняшний день Акиматы уже исключили 10 тысяч человек из списка очередников. Другие казахстанцы продолжают ждать заветную квартиру, некоторые по 10 лет и дольше. В октябре задержание вымогателей попало на видео. Как рассказали в МВД 26 сентября, сотрудниками УБОП области задержаны двое 25-летних жителей города. Подозреваемые отобрали у двух горожан около 2 миллионов тенге, а также вымогали крупную сумму денег. При этом двоих 22-летних потерпевших удерживали в съёмной квартире и угрожали им физической расправой. Начато досудебное расследование. В компании «Нордглаз Актьюбе» самый большой ассортимент стёкла в наличии и самые выгодные цены. Действует акция 10% на весь товар. Принимается оплата «Каспиред». Выбирайте лучших и лучших. «Нордглаз Актьюбе». Адрес проспект 312, стрелковая дивизия, 24А. В компании «Профсервис» работают лучшие бухгалтеры и финансисты, которые целенаправленно связали свою жизнь с оказанием услуг по удалённому бухгалтерскому обслуживанию. Команда «Профсервис» постоянно обучается и совершенствуется во всех областях бухгалтерии и финансов. Доверяйте лучшим – доверяйте «Профсервис». Вы смотрели программу «Каждый день». Я желаю вам всего хорошего и до встречи на Первом городском. «Казахстан»! Продолжение следует...